Приветствую, друзья! Начиная войну с Украиной, Путин почему-то думал, что Зеленский сбежит, а все прочие встретят его цветами. Похоже, те, кто у него отвечал за развал Украины изнутри, деньги украли. Начальство просто успокоили, мол, вас там ждут. Кто ж думал, что Путин и правда решится на такую глупость? В общем, он поставил перед собой цель разгромить противника за пару дней. Даже речь подготовили. Он и разгромил. Но не Украину, а Россию. Путин думал, что он воюет с таким же, как он, узурпатором. Не верил, что рядом с построенным им фашистским государством есть свободная страна и гордые люди, готовые защищать свой выбор. Однако это была не последняя путинская ошибка. Оказалось, что он воюет вообще со всем свободным миром. Актеры и музыканты, спортсмены и бизнесмены, политики и простые люди все без исключения поддержали Украину. Даже прикормленные западные политики либо пропали с радаров, либо выступили против Путина. Путин оказался в невиданной прежде полной международной изоляции. Его поддержали только два зависимых людоеда, Лукашенко и Асад. Главный внешнеполитический союзник у нас теперь Эритрея. Кто-нибудь без гугла вообще знает, где это? Даже те, кто изначально был союзником, дистанцировались. Например, Китай, Индия, Арабские Эмираты. Они воздержались во время голосования в Совбезе ООН, хотя раньше поддерживали Россию во всех ее конфликтах. Такая сплоченная реакция мирового сообщества стала для Путина сюрпризом. К тому же блицкрик не удался, армия завязла. Впрочем, как и у предшественника. Да-да, того самого Адольфа Гитлера. Два года бункерной жизни Путин слушал сказки, варяясь своего окружения. Вы только дайте приказ, Владимир Владимирович, а мы уж порвем эту Украину как тузик-грелку. Только дайте еще денежек на подготовку. Подготовились? Нечего сказать. Армия варя оказалась сильна только в создании мультфильмов с ракетами. Путин любит рассказывать, как наше новейшее вооружение не имеет мировых аналогов. Нет равных в мире. Но в реальности аналогов не имеет лишь воровство российских властей. За 10 лет на перевооружение армии потратили невероятную сумму в десятки триллионов рублей. Но эти деньги превратились в дворец Шойгу, в бизнес его дочери, в яхту главы Рособороны Экспорта Чемизова, в генеральские дачи. Сколько вы думаете дошло до солдат? Ну, я лично думаю, немного. Короче, б***ь, российская б***ь хуже, чем у нас, б***ь, пацаны. Меха, вы смотрите, б***ь, не плачет. Найсильнейшая армия, б***ь, в Сити. А раз нет нормальной техники, раз нет современного вооружения, генералы применяют привычную тактику. Завалить все пушечным мясом. За две недели войны наши потери составили тысячи человек. Пока эти потери удается скрывать простым приемом. Отчитывается только Министерство обороны. А МВД и Росгвардия молчат, как воды в рот набрали. Тела не отдают родственникам. Специально работают передвижные крематории. Мы-то смеялись, думали, что в них собираются санкционку жечь. Лучше бы они жгли эту самую санкционку. Погибло уже почти столько, сколько в Афганистане или в Чечне. Но за две недели, а не за годы, как там. Такие потери, конечно, для Путина не повод останавливать войну. Люди для него мусор. И свои граждане украинские. Ну и что, что там такие же русские люди, такие же украинцы, как в Москве, Пскове, Белгороде. Вот только по украинским городам запустили системы залпового огня. Кассетные бомбы, крылатые ракеты. Это чудовищные преступления, ставящие путинскую Россию в один ряд с нацистской Германией. Вдумайтесь, наша страна до 24 февраля была победительницей фашизма. А теперь в глазах всего мира фашисты – это мои русские. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, власть решила даже в плане символики соответствовать Третьему Рейху. И нарисовала свою свастику. Ну и на уровне риторики путинская пропаганда под руководством Дмитрия Киселева не отстает от Геббельса. Поэтому, как и во время Второй мировой войны, весь мир объединился против обезумевшего диктатора. На дворе 21 век. Воюют не армиями, а экономикой. После нападения на Украину весь мир решил, что у Путина не должно быть ресурсов для войны. А значит, его экономика должна быть разрушена. К сожалению, это наша общая экономика. К санкциям присоединились даже всегда нейтральные страны, например, такие как Швейцария. А если перечислять все виды продукции, на экспорт которых в Россию наложен запрет, нам не хватит и нескольких часов. Но можно перечислить основные критические позиции. Россия может забыть о технологической экономике. Больше не будут поставляться процессоры Intel и AMD. Не будут поставляться микросхемы TSMC. А без них невозможны отечественные Байкал и Эльбрус, которыми хотели, как это не смешно, заменить Intel и AMD. Масштабы этой проблемы невозможно преувеличить. К слову, это означает, что не будет высокоточных ракет и прочей современной военной техники. Не будет поставок медицинского оборудования. Не только крупных установок для эндоскопии или аппаратов МРТ. Но, к слову, и обычные банальные пробирки мы тоже сейчас не будем получать. В России больше нет надежной гражданской авиации. Мы летаем или на удачу, или на западных движках, или на западных самолетах. Так вот, западные движки и самолеты арестуют, как только они прилетят в другие страны. А если оставить их внутри страны, им перестанут обновлять софт, производить техосмотр, ремонтировать. Samsung и Apple прекращают поставки в Россию. Теперь последняя модель айфона. Это вот ровно та, которая у вас есть на данный момент. Не будет Spotify, Netflix и прочих западных стримингов. Кстати, не исключаю, что YouTube тоже долго не продержится. Впрочем, по другим причинам, конечно. Думаю, его просто прикроют или замедлят. Поэтому предлагаю вам пройти регистрацию по ссылке в описании и оставить там свой электронный адрес. Закроют YouTube, так вы хоть по почте сможете получать ссылки на новые ролики. Продолжим о потерях. Допустим, вас не волнуют дорогие Mercedes и BMW. Ну или Volkswagen, не говоря уже о Rolls-Royce. Но народные-то, Renault, Ford, Hyundai, их тоже перестают собирать и поставлять. Хорошо, вы ездите на ладзе, вам прочие машины по барабану. А вы задумывались, сколько там импортных компонентов и чем их теперь заменят? У вас нет машины? Вы не покупаете в магазинах западные бренды и чувствуете себя в безопасности? На уход из страны IKEA, H&M, Levis, Zara, Adidas, Nike. Это гигантская потеря рабочих мест. Если вы работаете в строительстве, торговле, логистике, транспорте, вы с высокой долей вероятности потеряете работу. Работаете в интернет-торговле, страховании, потеряете работу. Вы считали, что вам повезло работать в финансово-кредитной сфере? Везение кончилось. Этой отрасли вообще нет. Виза и Мастеркард перестали работать с российскими банками. Да что там банки? Золотовалютные резервы ЦБ арестованы. Суверенный кредитный рейтинг нашей страны за неделю проделал путь от инвестиционного через мусорный и до преддефолтного. На преддефолтном он, кстати, не остановится, потому что страна и так в состоянии дефолта. Вот вы помните ужасную травму проклятых 90-х? Дефолт 98-го года. Так вот мы сейчас на том же месте. Только тогда была надежда, что дефолт это дно, а дальше будет лучше. А сейчас этой надежды нет. Будет хуже. И 150 рублей за доллар не предел. Но может быть это все ерунда, на которую не стоит обращать внимание. Мол, черт с ними, с деньгами и экономикой страна будет бедной, но счастливой. Нет, не будет. Путин просто взял и одним движением уничтожил карьеры множества россиян. Спортсмены и студенты, ученые-артисты. Они долго учились, тренировались, работали. А потом один, поехавший в бункере дед, лишил их работы и профессии. Спортсмены остаются без международных соревнований, вообще без тех. Ученые и специалисты, эксперты без грантов, стажировок и конференций. Стартапы без финансирования технологий. Выбор профессий стремительно сужается до дворников и чернорабочих. Ну еще, наверное, солдаты на убой востребованы, полицейские востребованы и тюремщики. Вы ведь о таком будущем мечтали для себя и своих детей. Но работа не ограничится, не будет зрелищ. Зрители останутся без спортивных мероприятий и трансляций. Вы вот хотели посмотреть финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Забудьте. Была мечта когда-нибудь, может быть, съездить на этап Формулы-1 в Сочи? Уже не судьба. Кстати, теперь много куда съездить не судьба. Возможные направления отдыха стремительно сужаются до курортов Краснодарского края. Если долетите, конечно. Про самолеты мы уже говорили. Может, это и к лучшему. Так безопаснее. Русские станут персонами нон-грата просто по факту происхождения. Даже тем, кому повезет уехать, может достаться. Русская речь и происхождение будут ассоциироваться с военными зверствами. Немыслимыми уже в 21 веке. На всей культуре от Достоевского до Балета будет лежать печать военных преступлений. И очищаться нам всем придется годами или даже десятилетиями. Российской мягкой силе надолго пришел конец. Все из-за одного взбесившегося фанатика. Российский паспорт, конечно, тоже постепенно превращается в фантик. Да и государство придется переучреждать. И не ясно, причем, в каких оно будет границах. Кстати, о границах. Весь мир увидел слабую подготовку и вооружение российской армии. Были продемонстрированы ограниченные возможности по мобилизации. НАТО, о котором, в общем, меньше всего приходилось беспокоиться, не отодвинулось, а придвинулось к нашим границам. К тому же не приходится сомневаться, что отныне Запад будет тратить на оборону существенно большие суммы. То есть нападение на Украину ослабило нашу обороноспособность. Что это, если не разгром собственной страны? В результате путинской военной авантюры наша армия превратилась в военных преступников. Страна приравнена к фашистской Германии. Мы поссорились со всем миром, уничтожили собственную экономику, лишили несколько поколений россиян будущего, а также стали объектом ненависти всего человечества. И ради чего? Ради того, чтобы свихнувшийся за два года в бункере дед воплотил свои безумные геополитические мечты? А знаете, что самое ужасное? У Путина нет плана Б, нет вот этой вот самой exit strategy. Он рассчитывал выиграть эту войну за два дня, взять Киев, посадить туда марионетку. Рассчитывал, что его встретят цветами, хлебом и солью. Встретит украинский народ, который, как он любит говорить, замучен бендеровцами. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов. Так вот, этого не случилось. Его горячечный бред не стал реальностью. И теперь он не знает, что делать. Как бы дальше не развивались события, хорошего выхода у Путина нет. Завоевать сопротивляющуюся Украину он не может. Не хватит ни сил, ни людей. Признать неудачу он тоже не может. Ведь альфа-самцы не лажают. Он может только наврать о своей победе. И только тем, кто верит Первому каналу. Но и они увидят ценники в магазинах. У него нет варианта, при котором мир перестает нас ненавидеть. Санкции отменяют и жизнь становится прежней. У Путина этого выхода нет. А у граждан и у страны пока есть. Но без Путина. И времени совсем немного. Счастливо вам. И мир Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...